Компания DataLab – это компания, которая занимается разработкой и внедрением IT-решений. На данный момент главным продуктом DataLab является программное обеспечение, видеодетектор лжи. Слежив 99 физиологических параметров, включая пульс, дыхание, динамик движения глаз, диаметр зрачков, активность минических мышц, повороты наклона головы. Программное обеспечение выдает вердикт – человек соврал или сказал правду. Никаких датчиков, никаких всяких подключений. Только веб-камера, компьютер и программка. В процессе разработки этого программного обеспечения получили крайне интересные алгоритмы машинного обучения, которые превосходят по производительности нейросети на 3-7 порядка. На наших алгоритмах мы можем очень сильно экономить вычислительные мощности конечного заказчика и, соответственно, экономить ему очень серьезные деньги. Стартап – это, в моем понимании, тот день и день. То найти людей, которые будут работать за идею, 5-10 людей, с которыми поработали, может быть, один из 5-ти будет там действительно упорно работать, которым будет этот интерес. Все начинают, вау, это круто, сейчас у нас тут все пойдет, сейчас мы тут сделаем, отлично. Ну, как бы это не работает. А потом, когда после долгого напряженного труда у тебя ничего не получается, опускают руки и в итоге стартап вступается. А через 2-3 недели у тебя образовывают проблемами, тебе уже станет под ножом, блин, зачем я все это делаю, отстаньте от меня все. Либо делаешь, либо не делаешь. Да, то есть вот действительно отключать уже все там, что идет на эмоциональном фоне, просто надо делать. Конкуренция, она дает развитие каждого. Да, МК дает. Кто-то вот занимает направление, на которое ты хочешь тоже сам внедриться. И пытаешься либо догнать его, либо перегнать, либо сделать что-то лучше в других параметрах. В таком темпе работают обе организации или несколько организаций, и то это создает колоссальный успех на рынке всего направления. Из приятного это, во-первых, то, что получилось разработать инструменты, которые по своей мощности превосходят то, что планировалось. И оказалось далеко не так тяжело взаимодействовать с людьми. Когда проект только начинается, задач слишком много, они валятся просто с неимоверной скоростью. И получается не хватает рук, не хватает времени, компетенций, знаний, людей. Все вот это вот, это приводит в порядок системной работы. Это действительно структурирует как ваши мысли, так и в целом ведение того же самого бизнеса. Не тупить, да. Дисциплинировать себя обязательно, дисциплинировать и рассчитывать каждый шаг. Потому что если в реальной жизни можно что-то сделать на эмоциях, там, какой-то необдуманный поступок, он, в принципе, каких-то последствий с собой не повлечет. Ну, когда за тобой стоит команда, когда каждый друг за другом ответственный, здесь нужно все реально согласовывать, здесь нужно научиться работать в команде. Быть в меру честным, последовательным. Обязательно. И на самом деле надо следить за тем, что ты говоришь внимательно. Если я действительно готов вкладывать свой труд, свои какие-то навыки развиваться сам, то есть приятный бонус – это коммерция. Хочется сыграть по-крупному. Это реально здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова